Какая на вкус фаршированная свинина? Чем дьмуховцы отличаются от гречанки? И как сегодня шеф-повара воссоздают кулинарные шедевры прошлого века? Узнаем у Андрея Измайловича. Он второй сезон подряд разрабатывает меню, пожалуй, для самого вкусного гастрономического проекта. Андрей, расскажите, пожалуйста, чем будете удивлять и угощать на 19-й неделе белорусской кухни? На этой неделе представлены такие блюда, как свинина запеченная по-белорусски с картофельными дольками, салат журавинка, дьмуховцы, гречаники и суп жур. В любом случае, это десерт, это салат, это горячее блюдо, суп сезонный. Если это теплое время года, то это может использоваться холодные супы. Давайте по порядку начнем с холодной закуски салат журавины. Что он из себя представляет? Традиционный белорусский салат с клюквой, отварной говядиной, маринованными огурцами и салатной заправкой. Почему именно наши предки любили говядину? Потому что это сельскохозяйственное мясо, которое полезно своими микроэлементами, пользуя которой не найдешь ни в каком другом мясе. А формы? Вот расскажите про какую-то такую рельефность. Тут дольки, тут какая-то пирамида. Как оно вам пришло на ум? Свиной рулетик, запеченный по-белорусски с овощами и черносливом. Тоже традиционное мясо, традиционное блюдо белорусской кухни. Издавня белорусы любили, почитали свинину, как и на столе. Всегда это было кормилица в семье. В любом случае, блюдо должно играть. Блюдо первый раз человек ест сначала глазами, после этого только дегустирует блюдо. И блюдо должно выглядеть хорошо и быть аппетитным. В столе еще представлены димуховцы. Это творожный десерт, панированный в овсяной муке, жареный на растительном масле и подан с клюквенным соусом. Вот если отдавать дань прошлому, несмотря на способы приготовления, сегодня они, конечно, изменились. Вот как вы современными методами воссоздаете все-таки этот вкус? В любом случае, проект «Неделя белорусской кухни» нацелен на то, чтобы возродить и в какой-то мере модернизировать белорусские блюда, белорусские рецепты. Да, мы стараемся придерживать стародавних рецептов, рецептов, которые готовили наши бабушки, наши мамы. Но в любом случае, мы вносим свою какую-то инициативу, свое творчество, свое авторство. И поэтому десерты будут или другие какие-либо блюда представлены не менее вкусными, но, может быть, где-то даже в лучшем исполнении, чем готовили наши прадцы. А расскажите, вы лично какой поваренной книгой руководствуетесь при разработке тех или иных блюд? Это общее понятие. Нельзя руководствовать каким-либо одним материалом. Это сборная информация, информация моей бабушки, моей мамы, людей, у которых я учился и непосредственно с которыми я работаю. Это коллективная работа, и авторство одного человека, оно весьма условно. Это в любом случае коллективная работа над каждым блюдом. Выглядит и пахнет, конечно, бесподобно. На вкус, я уверена, также попробовать изыски прошлого столетия можно будет уже завтра. Гастрофест принимают 63 столичных кафе и ресторана. Цена и рецептура едины.